Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни Сегодня вы увидите Награды чемпионам Рязанцы не только пополнили копилки наград, но и получили признание горожан Есть время? Подумай! В Рязани завершилось первенство области по шахматам В эту среду в здании городской администрации за успешное выступление на крупных турнирах наградили рязанских спортсменов Подарки из рук представителей городской власти получил серебряный призер чемпионата мира подзюдо Михаил Пуляев А также победители первенства Европы по кикбоксингу В администрации Рязани состоялось чествование спортсменов, отличившихся на международных соревнованиях Глава городской администрации Олег Булеков вручил почетные грамоты серебряному призеру чемпионата мира подзюдо Михаилу Пуляеву и его тренеру Андрею Попову Напомним, соревнования прошли в конце августа в столице Казахстана, Астане В состав сборной России в индивидуальных и командных соревнованиях этого масштабного форума выступали три рязанца Михаил Пуляев взял серебро весовой категории 66 килограммов Также глава администрации поздравил и наградил участников и победителей первенства Европы по кикбоксингу Соревнования прошли с 25 по 29 августа в Испании в городе Сан-Себастьян В состязаниях приняло участие полторы тысячи бойцов со всей Европы Семь спортсменов из Рязани, воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Золотые купола» вошли в состав национальной сборной России и произвели очередной фурор на первенстве Европы Несмотря на накал страстей, которым сопровождалась борьба за призовые места, рязанцы показали замечательные результаты и достойно пополнили копилки своих спортивных наград Этот турнир, скажем так, был самым тяжелым, наверное, за последние годы, на которые мы ездили Сказывается все, те же самые санкции против нашей страны Участвовало полторы тысячи человек на этом первенстве В первую очередь, скажем так, нашу команду вообще испытывали на прочность То есть нас расселили за 100 километров до места проведения соревнований Нам приходилось в 6 утра вставать для того, чтобы ехать на взвешивание 20 километров Потом возвращались, быстро завтракали и 100 километров в один конец, только через горы, то есть по серпантинам Приходилось ехать до места проведения соревнований Ребята, конечно, очень сильно уставали Возвращались поздно вечером, ложились раньше 12 часов, поэтому были все не выспавшись Но при этом показали, что Россия заняла первое командное место Скажем, было все, как положено То есть сейчас вокруг ринга собирались люди, знаете, да Кричали там, смерть врагам, слава нации И такое тоже было, да И, скажем так, судейство было на таком уровне, что наши команды пытались слить То есть не давали выигрывать много медалей Скажем так, если в прошлом году такого еще не было То здесь мы столкнулись именно с таким выпиющим фактом, что русских старались придерживать То есть не давать им пройти вперед Победителями стали Илья Конобеев, Иван Аножкин и Дарья Мерлина Серебряными призерами Артем Прокопович и Владислав Ласенко Первенство Европы было для меня очень тяжелым Спортсмены из разных стран были достойны Приходилось очень тяжело в боях И как бы с русскими спортсменами иностранцы выходили как на последний бой То есть сражались до конца и не отдавали победу И как бы приходилось очень тяжело Финальный бой для меня был, можно сказать, самым тяжелым Так как и был финал, и уже моральная усталость, и физическая Вот Также и судьи не давали выигрывать Не знаю, с чем это было связано Но как бы я старался вырывать победу Да и несомненным остается тот факт, что Рязань – город спортивный Мы можем гордиться не одним поколением именитых спортсменов Все больше и больше людей занимаются спортом И, конечно, в нашем городе постоянно проводятся всевозможные спортивные мероприятия Благодаря которым количество ценителей здорового образа жизни растет день от дня Так, 6 сентября в Рязани пройдет ставшая традиционная рязанская соборная верста На забег приглашаются школьники, студенты, спортсмены и просто любители бега Участники стартуют в 11 утра по маршруту Соборная площадь, улица Петрова, набережная Кремля, центральная аллея парка Кремля Дистанция составит 1035 метров Соревнования пройдут в 17 возрастных группах Все участники получат памятные сувениры Специальные призы будут вручены самому юному и старейшему участникам соревнований В этом году Рязанская соборная верста пройдет в 22-й раз Задача акции – напомнить о необходимости вести здоровый образ жизни и заниматься спортом Выдержать не только физический, но и психологический накал во время проведения первенства Европы Рязанские кикбоксеры смогли благодаря особенностям этого вида спорта Ведь любые единоборства, а ударные в особенности, развивают крепость не только мышечную, но и морально-волевую Благодаря этому регулярно в секции по кикбоксингу приходят десятки юных, молодых или уже взрослых рязанцев Кикбоксинг относится к сравнительно молодым видам боевых искусств Его зарождение произошло практически одновременно в разных концах света В Японии, странах Западной Европы и в США примерно в конце 60-х годов XX века Кикбоксинг представляет собой гармоничное сочетание восточных единоборств и классического английского бокса Немного позже в кикбоксинг были добавлены элементы техники из тайского бокса и тэквондо С тех пор кикбоксинг является единственным боевым искусством, которое наиболее эффективно объединило многовековой опыт и традиции Востока и Запада Тем не менее, четко сказать, кто был основателем этого стиля, достаточно сложно Существует очень много мастеров боевых искусств, как европейских, так и американских, претендующих на эту роль Некоторые относят создание кикбоксинга к деятельности Брюса Ли А другие приписывают эти заслуги многократному чемпиону мира по кикбоксингу Чаку Норрису В России кикбоксинг стал развиваться в конце 80-х годов, когда была организована профильная федерация До распада Союза успели провести пару чемпионатов страны В 90-е годы у всего отечественного спорта, в том числе и кикбоксинга, начались проблемы с финансированием Потому следующее поколение спортсменов, удачно выступающих на всероссийском и международном уровне, появилось лишь в середине 2000-х годов Вписали свои имена в историю кикбоксинга такие спортсмены, как чемпион России среди профессионалов Ярослав Безрядин Интерконтинентальный чемпион среди профессионалов по версии W5 Максим Шальнев Ну и, конечно, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Токарев Кстати, нынешняя молодая рязанская сборная регулярно привозит медали высокого достоинства с чемпионатов и всероссийских первенств Молодежи, которые сейчас занимаются, есть на кого равняться То есть у нас, опять же, ребята, сейчас новая волна спортсменов, в основном это юниоры, младшие юниоры, которые показывают высокие результаты Скажем, в этом году по итогам двух чемпионатов России, по лоу-кик и К1, это разделы такие самые жесткие Наши юниоры, младшие юниоры, у нас 9 человек сборной России То есть мы вошли в эту обойму и будем представлять наш город, нашу область на первенстве мира времени, который будет проходить в сентябре 2014 года Заниматься кикбоксингом, как говорят тренеры, можно уже с раннего возраста В секции на «Золотых куполах» осваивают технику и совсем еще юные спортсмены Еще раз, прямой нога, право прямой, в избоку волки, ясно? Между прочим, по мнению специалистов и тренеров, регулярные занятия кикбоксингом помогают гармонично развить мускулатуру и функциональные возможности всего организма Если мы говорим о тренировке кикбоксинга, то на тренировке, допустим, тренер по заданию может дать такое задание, в котором одни группы мышц работают, другие отдыхают То есть мы можем варьировать работу различных групп мышц Но если мы говорим о кикбоксинге, как о спарринге, допустим, либо о том, когда спортсмен ведет бой в ринге То там у нас работают все мышцы, все тело, человек передвигается, работает руками, ногами, то есть ни одна мышца не отдыхает Плюс еще хорошо развивает головной мозг, так как ты учишься моделировать ситуации, учишься работать в разных ситуациях Тебе нужно быстро за короткий промежуток времени, допустим, смоделировать какой-либо момент, какую-либо ситуацию Сейчас кикбоксинг признан Олимпийским комитетом как вид спорта Однако, как говорят тренеры, он вряд ли когда-нибудь войдет в программу основных игр Несмотря на это, кикбоксинг всегда будет оставаться зрелищным и популярным видом спорта Есть еще один вид спорта, который так же, как и кикбоксинг, вряд ли когда-нибудь войдет в программу Олимпийских игр По крайней мере, за многовековую историю шахматы как вид спорта большой чести у спортивных функционеров не удостоились Ко всему прочему, шахматы не являются и телевизионным видом спорта, что по современным условиям звучит как приговор Однако, любителей перемещать по черно-белой доске фигуры меньше не становится Недавно завершилось первенство области по шахматам Во все времена занятие спортом высоко ценилось, особенно если спорт был интеллектуальным В Рязани накануне завершилось областное первенство по шахматам среди юношей и девушек младше 19 лет Соревнования в личном зачете проходили в конференц-зале стадиона «Спартак» На турнир приехали ребята из Рязани, Рыбного, Ряжска, Скопина, Касимово, Старожилово и Чучковского района 125 юных шахматистов боролись за право быть первыми в пяти возрастных категориях Кое-кто из ребят соревновался на таком крупном по региональным меркам турнире впервые Но, разумеется, участвовали и уже опытные шахматисты При этом тренеры и судьи говорят, что ребята из районов области играют не хуже А иногда даже и превосходят своих городских сверстников Вы знаете, вопрос сложный, потому что и те, и другие играют хорошо И те становятся чемпионами, и из города становятся победителями первенства И из области тоже самое Пробедительно 50 на 50 Впрочем, по итогам соревнований все-таки больше первых мест завоевали представители областного центра В пяти возрастных категориях лишь Мария Пивина из Ряжска сумела первенствовать среди девушек до 17 лет Начала с 6 лет играть, пришла в клуб в Ряжске Мне понравилось, продолжала карьеру, всякие турниры и так далее Постепенно поднималась в карьерную резницу В шахматах, считают тренеры, талантливого спортсмена можно разглядеть уже в раннем, порой даже дошкольном возрасте Например, третий чемпион мира Хосе Раулько Павланко уже в 4 года обыгрывал своего отца Тоже, кстати, большого поклонника древней игры Да и другие гроссмейстеры в своих биографиях имеют записи о подобных эпизодах В целом же, рязанские юные участники первенства занимаются шахматами в свое удовольствие, с большим энтузиазмом У нас, вы знаете, есть звезда, вернее, звезда мирового масштаба Это Дмитрий Андрейкин, гроссмейстер, один из ведущих в мире Ну, я думаю, все ребята, видя такой пример, конечно, будут тянуться за Димой Я думаю, в будущем, может быть, у нас еще появятся такие, как Дима Сейчас Дмитрий Андрейкин является одним из сильнейших гроссмейстеров нашей страны Он имеет довольно внушительный послужной список в юношеских и молодежных шахматах Это и победа на первенствах мира, чемпионатах России, а также он становился многократно призером крупных международных турниров Играть в шахматы Дмитрий научился довольно рано Уже в 5 лет пришел на секцию по дворец пионеров к известному тренеру и большому популяризатору шахмат Виктору Александровичу Пожарскому И уже под руководством этого знаменитого рязанского мастера стал демонстрировать высокие спортивные результаты Мне повезло, я попал к хорошему тренеру Виктору Александровичу Пожарскому Мы с ним какое-то время занимались во дворце, после чего, в принципе, он разглядел во мне талант И мы перешли на индивидуальные занятия Он приезжал к нам домой, мы достаточно много времени проводились за шахматами То есть я так навскидку скажу, что у меня в детстве было два увлечения, это футбол и шахматы Я выходил, у нас был очень спортивный двор такой, мы с мальчишками много времени проводили на футбольном поле И в свободное время дома я занимался шахматами, то есть меня как-то школа не так сильно вдохновляла Вот, поэтому достаточно быстро удалось добиться первых успехов В 99-м году в Испании я стал чемпионом мира до 10 лет И это, наверное, повлияло на дальнейший рост, на дальнейшее желание заниматься шахматами Потому что, ну, в любом случае успехи они вдохновляют Вот, и как-то так пошло-поехало Надо сказать, что с каждым годом шахматами в городе занимаются все больше ребят Вместе с тем растет и квалификация рязанских мастеров И возможно, что именно такие турниры, как областное первенство, позволят вырастить и титулованных гроссмейстеров И на сегодня это все Будьте спортивными и здоровыми, и пусть всегда у вас открывается второе дыхание Редактор субтитров А.Семкин